Как будет развиваться микрорайон Левобережный, обсудили местные жители, активисты и председатели многоквартирных домов на встрече с главой городского округа Дмитрием Волошиным. Одной из главных тем для диалога стало благоустройство дворов, в том числе и правильная сортировка отходов. Поднимите руки, кто поддерживает переход на раздельный сбор. Молодцы. Мне очень приятно, на самом деле, что вы так добросовестно относитесь к этому. Переход на раздельный сбор мусора поможет сделать микрорайон и весь городской округ чище. Больше половины зала поддержали идею и уже используют разноцветные контейнеры. Также на встрече обсудили создание парковочных мест, строительство детских садов и необходимость мест для дополнительных занятий юных химчан. Дворец культуры, где бы дети могли заниматься в полную меру, потому что та школа, которая имеется на сегодняшний день на Левом берегу, она не может вместить всех желающих. Абсолютно точно делать нужно. И это не только Левый берег, вообще нужно делать в химках, равнивать эту тему. Мы об этом думаем, мы об этом говорим с министром культуры. Мы этот вопрос уже обсуждали. Это такой культурный район, да, у нас, ну, в принципе, Левый берег, он сам по себе. И делали объезд, смотрели, то есть он находится в проработке. За пять лет в микрорайоне Левобережный сделали немало. Было введено четыре новых маршрута общественного транспорта, появилось четыре детских сада и школа, которая начнет работу с 1 сентября этого года.